Для бойцов-участников специальной военной операции одно из главных благ – надежный тыл, то есть место, где можно отдохнуть и набраться сил для выполнения новых задач. А еще очень важна работа замполита, который должен все это обеспечить, кроме того, правильно настроить бойцов. Игорчанам, которые несут службу в мотострелковом батальоне по направлению Сватова-Кременная, в этом плане повезло. С ними работает замполит Центрального военного округа Александр Рубанов. Секретами нелегкого военного ремесла он поделился с нашей съемочной группой. «Тихо, тихо, Филе. Как бы Филе очень волнуется, когда чужих видит». Филина по имени Филе Александр Рубанов выменял у боевого товарища, который подобрал его птенцом. И оставил при живом уголке на тыловой базе мотострелкового батальона, увидев в этом определенный символизм. Ведь его военный позывной – Филин. Птица прижилась и людей уже почти не боится. А еще здесь обитают декоративные зайцы, они же кролики, Луганск и Донецк. Несколько черепах. Все это для отдыха и релаксации бойцов. «Все постоянно спрашивают, зачем здесь живой уголок. Но любой человек, который приходит сюда, он постоянно подходит к этому Филину, Филя, Филя, к этим черепашкам. Вот, для этого этот живой уголок. Это же психологическая разгрузка. То есть здесь у них реальный организм, они и психологически отдыхают, и физически отдыхают. И уже через пять дней после отдыха они убывают на проведение боевых действий». Живой уголок – только часть отширенных плодений замполита. Его задача – обеспечить все нужды бойцов, только что покинувших место боевой дислокации. И первое, что им нужно – хорошая баня. И такой объект на территории под отчетно Александру – предмет настоящей гордости. В армии он уже 10 лет. Недавно за успешную службу досрочно получил звание капитана. И неофициальная – лучшего замполита. Все потому, что к своей службе привык относиться ответственно. Продумывать и контролировать все до мелочей. Раздевалка. А здесь сама парилка. Ну, как бы, если посмотреть, все сделано по-простому. Еще здесь есть спортивная площадка для игры в волейбол и мини-футбол. Даже с местами для зрителей. И полевой храм. Иконы для него бойцы сами напечатали на принтере. Свечки им подарили в ближайшем храме. Ну и куда же без главного рабочего места. Где ведется военно-политическая подготовка бойцов. Здесь мой кабинет. Здесь люди занимаются выпуском газет, выпуском стеной печати, выпуском боевых листков. Здесь уголок я отвел для солдатского письма. Как бы военнослужащий подходит. Читают письма здесь. Ну и в развернутом формате. Все, в принципе. Здесь президент. Здесь распечатки. Краткая информация. Всего в мотострелковом атальоне, где служат югорчане, три роты. Пока две из них находятся на позициях. Направление Сватово-Кременная, где выполняют боевую задачу. Третья отводится сюда. На отдых. И важная задача, которая стоит перед замполитом. Обеспечить правильный настрой бойцов. У Александра Рубанова с этим проблем нет. Ведь его специальность, полученная в военном вузе, педагог-психолог. Здесь полностью прорабатывается с каждым военнослужащим. Успевается прорабатываться. С каждым побеседовать. Они сюда приходят все в баню. Всех я вижу прекрасно. А нет, еще езжу к ним в расположение роты. Все. Каждая рота приезжает. С каждым командиром роты веду работу. С военной службы Александр решил связать всю свою жизнь. По словам капитана, армия – то место, где можно воплотить все свои мечты. Кстати, следующий у него – Академия Генерального штаба.